МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Питков уже успел очаровать маленьких цивилиан и морпосадцев, где он побывал со своей программой в рамках кинофестиваля. Теперь очередь юных чебоксарцев. Перед показом фильма он общается со зрителями и даже вспоминает о своем детстве. Мы с мамой и папой пошли на первый тогда советский фильм «Илья Муровец». И когда мы посмотрели его, я выхожу после фильма, мне было 5 лет, и говорю, папа и мама, хочу быть таким, как Илья Муровец. Великолепный рассказчик, весельчак и балагур. Он снимался в разных странах, и везде с ним случались невероятные истории. Артист однажды уже был в чебоксарах. В 16 лет вспоминает Питков. Он отправился в настоящий воеждж по Волге. Именно тогда впервые увидел столицу Чувашии. До сих пор с теплотой вспоминает ту поездку. Путешествовал. Я оказался в чудесном саду. Он называется напротив пристани. Сад был какой-то, да, в чебоксарах. В этом саду я провел прекрасную ночь. Среди сирени, весна была, среди цветов и какому-то раю. И для меня Чебоксар остался город райским. Из-за этого сада, из-за этой девушки. Визитной карточкой артиста на долгие годы стала роль богатыря Дремы в фильме «Там на неведомых дорожках». Этого героя многие узнают по одной единственной фразе. Меня будить! К сожалению, отметил в интервью актер, не все современные дети знакомы с этой картиной. Подобные фестивали словно на машине времени помогают возвращаться в прошлое к старым, добрым сказкам. Сегодня моя миссия. Кроме, конечно, того, я мог бы участвовать в разных других программах. Но основная, поскольку мои фильмы, сказки, в которых я участвовал, как один из последних советских сказочных героев, я должен взять это знамя и идти вместе с ним к нашим детям. Первый фильм, в котором я принял участие и снялся, и этот фильм стал определяющим моей судьбе, «Приключения в городе, которого нет», где сыграл роль Митрофанушки. Не хочу учиться, а хочу жениться. И в этом фильме собраны все любимые персонажи наших сказок, наших книг. Александр Пятков пишет стихи и прекрасно поет. Устоять на месте от таких песен невозможно. На каждой творческой встрече актер собирает на сцене самых красивых девчонок. Внедрилась толпу и агент Галя. Равных ей в этих танцах не было никого. Цель миссии достигнута. Пятков очарован. Актер театра и кино, создатель фонда Илья Муромец, Александр Пятков, намерен снять серию фильмов о малых народах, которую он планирует начать с картины о Чуваших. Сразу после завершения Чебоксарского кинофестиваля начнется работа над ее сценарием. Да здравствует международный фестиваль. Спасибо огромное замечательным девушкам, девчонкам, всем вам, что вы пришли сюда.